Так получилось, что на конец года основным поставщиком СПГ стали США. Таким образом, Штаты мощно зашли на традиционно московский рынок, где никаких перспектив для американских поставщиков почти не было. Просто вспомним о том, как американские компании предлагали поставить Германии регазификационные терминалы за свой счет, и как Меркель отбивалась от одной такой идеи, чем показывала пример остальным европейцам. И в общем, всем было понятно, что речь идет не о какой-то неприязни к США, а о болезненной привязанности к российским энергоносителям. Ведь Европа имеет собственного энергетического гиганта – Норвегию. Но и у нее были проблемы, поскольку доли рынка, которые могла бы поднять эта страна, были отданы стране-террористу. И вот сейчас все начинает выравниваться. И норвежский газ теперь востребован в полной мере, как и американский. Польская пресса публикует вот такую инфографику с динамикой потребления Европой энергоносителей Штатов и Федерации. Как несложно заметить, конец прошлого года Москва закончила на ниспадающей траектории, а Штаты – на резком подъеме. Собственно говоря, Штаты быстро и резко нарастили добычу сланца и организовали его карусельную доставку в Европу, что привело почти к полному замещению тех объемов, которые были нишей «Газпрома». Правда, в этом раскладе приняли участие еще минимум три фактора. Норвегия тоже вышла на максимум добычи и поставок, но одновременно с этим сработал и второй фактор – вспышка COVID в Китае, что привело к замедлению работы экономики, а значит и падению объемов потребления энергоносителей. Этот фактор освободил значительную часть СПГ, который хлынул в Европу. И третьим фактором стала аномально теплая погода. Похоже на то, что это лысое чмо уже и наверху всех достало, а поэтому только из-за теплой погоды потребление газа упало на 20%. И в общем сейчас европейская пресса пишет о том, что зимний пик потребления уже позади, а остатки газов в ПХГ и динамика поставок СПГ таковы, что можно говорить об успешном прохождении всего отопительного сезона. Так что насчет «мерзни-мерзни» декларируемых Путиным тоже не получилось, как случилось и со всеми его планами и прогнозами. Более того, резкий рост спроса на СПГ вызвал цепную реакцию развертывания новых добывающих мощностей сланцев США и к завершению года Штаты уверенно вышли на первое место в мире по экспорту СПГ. Проще говоря, от путинской игры на трубе самым очевидным выгодоприобретателем стали США. И поэтому, когда мы говорим, что механизм введения санкций дал Москве трамплин и аномально большую выручку, в первую очередь от продажи нефти, то не стоит забывать и о потерях, которые понес «Газпром» от маневра в Европе. Все бабло, которое он должен был заработать на континенте, умноженное как минимум на три, ушло другим поставщикам и в первую очередь в США. Глядя на этот пейзаж, возникает вопрос о том, правда ли этот странный чудак понимает, что оно делает. Вернее, понимает ли оно, какие последствия влекут за собой все его действия, а главное – его болезненное увлечение геополитикой, постепенно перетекающие в игру в солдатики. Очень сомнительно, что затевая все это, он предполагал, что именно американские добывающие компании со своим сланцем уйдут в космос по объемам добычи и по выручке от продаж. Думаю, что сами американцы такого не ожидали. И вот почему. Еще весной, когда вводились основные волны санкций, первые мощные ограничения пришли в шестом пакете и касались они нефти и нефтепродуктов. О том, как все происходит с нефтяными рестрикциями, мы рассказывали подробно, но тогда же шли дискуссии о санкциях и против российского газа. Наверное, это уже мало кто помнит, но тогда еще говорилось о том, что именно с газовым эмбарго будет сложно. Американские обозреватели, пользуясь своими источниками в профильных ведомствах, говорили, что по газу не получится добиться консенсуса. А с учетом того, что президент Байден четко придерживается коалиционного принципа в деле противодействия федерации, то именно эта мера выглядела очень призрачно, и большинство экспертов сходились в мысли о том, что газового эмбарго, по крайней мере, в том виде, как это было исполнено по нефти, не будет. И дело не только в технической составляющей, поскольку в основном газ в Европу шел по трубам, а нефтяной эмбарго не касается поставок именно трубопроводным транспортом, но и ментальной. Казалось, что Европа психологически не готова крутануть газовый вентиль в сторону закрытия потока. Хотя даже Меркель несколько раз высказывалась в том плане, что имеет средства, как угомонить Путина. Но теперь-то мы знаем, что бабушка рассказывала сказка про красную шапочку, а вот когда пришло время действительно принимать жесткие меры по газу, Европа просигнализировала штатам о том, что на это она пойти не мает. Но как и с погодой, фарт выпал и с Путиным. Похоже на то, что он уже настолько деградировал в плане психики, что действует как курица с отрубленной головой, все равно бегает. Видимо, у него имеются давние заготовки действий на тот или иной случай, и отключение газа было в пакете давления на Европу или ответных действий на что-то, что Путину сильно не нравится. То, что ситуация кардинально изменилась, и этот инструмент в ней не просто не поможет, но и навредит, старикашку не сильно расстроило. И он отдал команду валить по ставке под ноль, что и было сделано. Еще раз, то, что Байдену не удалось сделать в первом приближении, и что не вырисовывалось в обозримой перспективе, а курок сделал сам, по своей инициативе, собственными ручонками. Думаю, что такой фарт был настолько невероятен, что в Белом доме не могли в него поверить, но когда дед рванул северные потоки, все встало на место, и штаты ринулись в нишу, о которой даже мечтать не могли. Тогда впервые штаты заявили о том, что в случае необходимости они самостоятельно поставят весь выбывший объем газа. И вот тут пошла игра на время. Ведь перекрывать поставки можно только СПГ и небольшим количеством трубного газа, не российского происхождения. А ведь добыть и сжижить газ – полдела. Второе. Обеспечить возможность принимать такие объемы в Европе, а их не было, и надо было быстро их создавать. То есть надо было успеть создать эти условия, пока не возникнет полный коллапс, и Европа успела, благодаря стечению ряда обстоятельств. И вот теперь штаты поставили вопрос перед Европой о том, что они готовы полностью перекрывать потребности в газе, но на долгосрочной основе, чтобы сланцевые производители понимали, как им работать. А в ответ штаты гарантируют поставки по ценам вдвое ниже тех, что складываются на спотовом рынке Европы. Чем закончится эта оферта – неизвестно, но если Европа на это подпишется, Газпрому можно себе строить газовую камеру. В общем, все к этому и идет. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова